Германия оправляется после двух месяцев ограничений из-за пандемии. COVID-19 не на шутку ударил по экономике страны. Падение внутреннего волового продукта почти в два раза превысило антирекорд 2009-го. Тогда во время глобального финансового кризиса показатель снизился на 4,7%. Сейчас в полтора раза больше. Ограничительные меры отразились и на индивидуальных предпринимателях. На грани краха туризм, транспортные услуги и ресторанный бизнес. Кризис, вызванный пандемией, нанес тяжелый удар. Мы столкнулись со структурным дефицитом. Это недостаток инноваций в цифровизации экономики. Но особенно сказались резкое падение экспорта, нежелание потребителей тратить деньги и неготовность компании инвестировать. Все это из-за пандемии. Экономическая активность была приостановлена из-за ограничений. Власти бельгийского Отверпена ввели комендантский час. Там зарегистрировали свыше половины новых инфицированных. Теперь с 11 вечера и до 6 утра жители города обязаны оставаться дома. Мэрия пытается обуздать эпидемию. От COVID-19 больше других пострадал гостиничный сектор. Многие компании настроены на самый негативный экономический сценарий. Отверпен становится городом-призраком. Без ресторанов, без баров люди боятся выходить на улицы, а туристы опасаются приезжать к нам. Тем временем Австрия требует отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде граждан из 32 стран. Туристы, которые не предоставят результат исследований, обязаны будут сдать анализ на месте в течение 48 часов. Власти страны пошли на крайние меры. За пренебрежение режимом карантина, учитывая уровень угрозы для общества, можно угодить и за решетку. Уже вынесено несколько подобных решений. Зная, что за такой поступок полагается наказание, люди призадумаются. Надежда на панацею. В России к середине августа планируют зарегистрировать первую вакцину против коронавируса. Об этом объявили во время президентского совещания о подготовке системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Уже в сентябре-октябре могут начаться поставки сразу двух препаратов от COVID-19. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Габалея Минздрава совместно с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. В августе 2020 года планируется ее государственная регистрация на условиях, то есть с проведением после регистрации еще клинического исследования на 1600 человек. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года. Белорусская система здравоохранения в условиях пандемии сработала как единое целое и фактически не допустила перегрузки и неблагоприятного развития событий. Об этом заявил министр здравоохранения. Сенсацию вызвало и заявление президента. На встрече с военными Александр Лукашенко заявил, что лично поборол недуг. При этом глава государства отметил, основная часть заразившихся COVID-19 белорусов перенесла болезнь бессимптомно. «Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое заключение врачи сделали. Бессимптомно. Ну, как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу. Бессимптомно. Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомно». На неделе Минздраву передали автоматизированную систему мониторинга и анализа эпидситуации с COVID-19. Программа позволяет ускорить обмен данными между организациями здравоохранения, пока она работает в тестовом режиме. Планируется, что разработка будет использоваться для анализа информации, полученной с февраля этого года и в процессе подготовки к возможной второй волне. Тем временем в Борисове производят почти два десятка фармсредств, которые врачи планеты используют для лечения пациентов с коронавирусом. «Когда весь мир столкнулся с эпидемической ситуацией, очень остро мы почувствовали, что то внимание, которое государство оказывало в фармпромышленности, оно как раз не зря. Потому что сегодня, когда все государства направляют все усилия для борьбы и лечения пневмонии, применяются в основном как раз традиционные препараты. Это антибиотики, препараты для лечения заболеваний легких, сердечно-сосудистой и так далее». Во всей Беларуси продолжают чествовать медиков, которые сражаются с пандемией. В центре внимания работники системы здравоохранения во всех областях. «Каждый на своем месте проявил и самоотверженность, если хотите, мужество и самоотдачу, не считаясь ни с личным временем. Еще раз огромное спасибо медикам, здоровья, счастья, благополучия и так держать». Санитарная служба Бобруйска готовится к иммунизации. К сентябрю поступит сразу несколько вакцин против гриппа. Пациентам предложат три препарата на выбор. Российский гриппол, французский ваксигриптетра, нидерландский инфлювак. Администрация предприятий и организаций уже заключает договоры с поликлиниками. Сделать прививку можно будет в любом учреждении здравоохранения. Перед процедурой потребуется пройти осмотр у врача. «Вакцинация будет необходима детям организованных коллективов и работникам предприятий, где необходима вакцинация не менее 40%, чтобы защитить окружающих». Пандемия коронавируса вдвойне увеличила потребность вакцинации против гриппа. Глава Всемирной организации здравоохранения назвал ее самой серьезной из глобальных ЧП за всю историю существования ведомства. «Вполне возможно, что у человека может в том же сентябре, октябре, ноябре быть сразу две инфекции одновременно. Если будет коронавирусная инфекция у многих людей протекает, нелегко. Если еще присоединится вторично в гирус гриппа, то будет еще тяжелее человека. Ну, не то, что выздороветь, а спасти его. Потому что и одна, и вторая инфекция довольно коварна». В первой поликлинике города теперь можно сдать экспресс-тест. Результат обследования будет готов в течение 10 минут, уверяют медики. Стоимость исследования без малого – 25 рублей. Точность метода – 98%. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.